сегодня мы посмотрим управление селинюксом селинюкс это мандатная модель контроля доступом но есть помните дискреционная модель и мандатная модель дискреционная произвольно мандатная обязательная модель доступа ну скажем так это более серьезная более сильная модель доступа, наличие ее увеличивает защищенность системы, и мы сейчас посмотрим, как она работает. Давайте вот консоль. Запускаем. Ctrl-Shift-T. Запустим. Тут у нас МЦПС будет. Еще одну я запущу консоль. Если логи нам понадобится смотреть. Итак, давайте посмотрим статус. CELINUX Enabled Enforcing. Значит, тут у нас все. Описание CELINUX. Вообще у нас управляется файлом extraSecurity extraCelinux. Вот у нас cmanage.conf. и файл конфиг у нас включает-выключает CELINUX. Вот у нас старое местоположение файла CELINUX StrasysConfig. StrasysConfig это у нас место, где находятся конфигурационные файлы. для Red Hat. И как видите, тут у нас CELINUX есть просто ссылка на его стандартное положение. Вот этот файл. значит, здесь мы в этом файле можем рассматривать установку и параметров CELINUX. у нас есть несколько мод. Значит, основные моды это Disabled. Отключена. Permissive. Это значит, нам сообщается, что проблемы, но ничего не делается. А Enforcing, когда собственно CELINUX защищает. и несколько политик. Минимальная политика. Вот тут targeted политика. Он работает только с определенными демонами, которые у него прописаны. Значит, и это собственно самая оптимальная политика. МЛС это модель типа Белла Лападулы. Тут мы ее не рассматриваем. Это отдельный случай. Итак, вот у нас тут все тут прописано, что есть. то есть МЛС Enabled, но Policy Targeted, то есть только демона мы защищаем, которые крутятся по стандартному уровню. Мы вот в Ls-MinuteZ мы видим наши метки доступа. Так вот тут метка доступа для MLS Policy. Давайте вот есть более GetEnforce, более простые утилиты. GetEnforce просто выдает в каком состоянии наша политика Linux. Мы можем ее с помощью SetEnforce изменить. Вот SetEnforce 0, GetEnforce, Permissive. Теперь у нас как бы ничего не запрещается, а просто сообщается о том, что нарушаются или не нарушаются политики безопасности. Во многих пособиях, во многих мануалах люди, которые не смогли освоить Selenux пишут, давайте мы его отключим. Ну, давайте мы его отключим. Чтобы не менять F3, F5, закомментируем. А тут я напишу дизейвы. Просто так его отключить не удастся. Только во время перезагрузки. И давайте сделаем System Contour Reboot. Перезагрузим машину. Так, вот у нас она перезагружается. Selenux достаточно полезная вещь. И желательно ее иметь на севере. Но Selenux это не единственная система безопасности. Ну, дискреционные модели мы даже не рассматриваем. Они стандартной защиты. Есть система от Debian. Debian у себя применяет. И, соответственно, Ubuntu это Aparmor. Система чем-то похожа на Selenux. Но, на мой взгляд, послабее, конечно. Selenux разрабатывала Агентство национальной безопасности США. Итак, вот мы вошли. Давайте посмотрим, что у нас с Get Enforced. Desabled. Но мы подумаем, а давайте мы включим Set Enforced 1. Нет, нельзя. Selenux полностью отключен. Теперь у нас система без Selenux. То, как и рекомендуют некоторые авторы мануалов. Давайте мы все-таки включим ее. F2. И давайте опять перегрузим. Ничего не поделаешь. Иначе тут... System Control Reboot. Потому что у нас Selenux сцепляется в момент инициализации системы ядром. Т.е. уже вся загрузка происходит с наличием или без наличия Selenux. Т.е. он или есть или нет. Вот мы прописали в конфиге, что он есть. И давайте загружаем, смотрим. Т.е. Таким образом мы можем отключить Selenux. Ну, скажем, вы ставите какой-то софт, который непонятно как работает с политиками безопасности и вам нет желания им заниматься. И вы просто-напросто отключаете Selenux. Давайте мы сейчас посмотрим, что у нас после перезагрузки, конечно, должно лучше работать. Т.е. 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 Сейчас загрузится и посмотрим статус селеникса. Так, неправильно пароль набрал, так, гегель подняли и еще раз Ctrl-Shift-T, итак, Get Enforce, Enforcing, C-Status-V, да, вот все работает. Что-то у нас проблемы с селениксом высветились. Это вот во время отключения селеникса у нас разные проблемы возникли в системе. Вот возникли в системе проблемы в огромном количестве, потому что мы перегрузились перед, после изменения параметров, после перезагрузки у нас система начала писать некие свои файлы, естественно, без меток безопасности. И теперь нам нужно эти метки безопасности восстановить. Для восстановления меток безопасности используется программа RestoreCon. Давайте посмотрим, как она работает. Значит, вот у нас... Вот у нас... есть ли мы его перепишем себе в домашний каталог? Давайте... копии... hosts... домашний каталог переписали. Давайте посмотрим метки безопасности. Минус Z большое. А у нас... наш каталог root это админский каталог. Он имеет тип admin home. Естественно, это тип другой. Если мы перепишем обратно, сделаем move. 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 home. hosts. etc. Переписать. То у нас... и метка. hosts будет admin home.t. Это неправильная метка. и при работе с этим файлом будут возникать проблемы. RestoreCon минус V. А вот... RestoreCon читает базу с метками. Какие метки должны быть на кой файловой системе. И применяет эти метки к этой файловой системе. Это... значит... RestoreCon. Этстора. hosts. Видите, поменял. Ну и можно поставить. Да, действительно изменено. У нас же тут массовые проблемы с метками. Массовые. Когда проблемы есть... такая проблема... подсказка. Audit to. Hello. Минус. Что нужно сделать, чтобы... разрешить доступ и... Audit to V. Вот. Вот проблемы. И везде... unlabeled. То есть... неправильные... лейблы. Все это нужно... восстановить. Как это сделать? У нас есть... следующая возможность. В файлах загрузки написано, что если у нас есть в корне файл автор и лейбл... точка автор и лейбл... то при перезагрузке мы... эээ... восстанавливаем метки. touch... auto... relabel... смотрим... control... вот... эээ... автоматически мы должны... эээ... восстановить... все метки безопасности... давайте перезагрузим... систем... control... reboot... вот... фейлит... фейлит... эээ... ээ... ээ... эээ... ээ... действительно... отключили CELINUX... ээ... 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 есть временные, которые создавались в виде без метод безопасности... ээ... Ээ... эээ... ээ... ээ... загрузочку значит вот у нас он написал что нужно реле был сделать и будет делать реле и у нас очень много файлов пострадала и вот теперь мы должны сделать реле был вот этот файл вот сделала и теперь при загрузке скрипты увидели файл . автор и лейбл и он начнет это делать но тут у нас пропустил систему которая монтирована ри донка то есть он там записывать не может сис это у нас система как вы помните представление ядра устройствах вот пошли вот пошли изменения и опять перезагрузка с кейп я нажал так сейчас посмотрим что у нас происходит залогинились кейп Керминал. Ротовый пароль. Давайте тут посмотрим, что у нас. Вот у нас старая осталась. Не очистился. Аудит. Ну, эта команда смотрит аудит. Там остались еще наши ошибки. Сейчас мы видим, что ошибок доступа нет. И все работает нормально. Ну, и теперь посмотрим, как у нас с помощью Cilinux можно запрещать или разрешать доступ к определенным разделам файловой системы. Вот давайте мы попробуем сделать другой рут для документов у Apache. Давайте мы установим И консольного клиента Конечно, опять я пропустил install Ctrl-Shift и это под пользователем будет. Установилось. Попробуем Links localhost Http localhost Вот у нас Вот у нас наш файл, который показывается. В принципе, то же самое можно увидеть и с помощью Firefox. Давайте мы посмотрим Вот варввввв у нас Здесь у нас находится Каталог Каталог с С файлами для Apache Вот, давайте посмотрим Ls-z Ls-z Вот они у нас Вот Такой тип имеют То есть это Httpd Файлы Так, давайте мы Сделаем Сделаем Каталог Web Вот он Каталог Web И Сделаем Файл Index HTML Ну и там Что-нибудь Напишем Каталог 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 Web Сервер Так вот Еще и Выскоцительный знак Мы Втва сохранили Что у нас с Apache он у нас прописывается тут паркова так документ root у нас мы должны задать документ root где у нас тут он и всем документ root сейчас вот у нас документ root есть он находится в каталоге var vv html а мы его перенесем каталог веб ну и вот у нас правило доступа для каталога веб пропишем веб значит так так всем разрешен доступ ну все достаточно просто давайте мы перезапустим систем контур старт тпд так и что мы так перезапустили ход тпд и links мы попадаем туда сиди и были опаньки что нам сообщается что мы просто не смогли просесть из этого каталога давайте мы сделаем отключим enforcement вот get enforce permissive то есть он нам сообщать то должен блокировать не должен давайте посмотрим те линкс о это мой веб-сервер то есть он все равно сообщает что нарушение прав но при этом все таки работает значит давайте с этом force опять сделали и конечно нам нужно наложить определенный контекст на веб значит для этого файл контекст добавить тип помните помните у него был хтп сис контекст тип хтпд сис контент тип и дальше у нас регулярное выражение это у нас каталог веб с под каталогами это мы в базу записываем и теперь ресторакон минус в в в веб вот у нас был дефолт поменялась смотрим вот все нормально ошибок нету все нормально то есть таким образом мы мы наложили метку на наши на каталоги наши и теперь мы нормально с включенным enforcement у сили нюкса можем работать с этими каталогами то есть таким образом мы добавили дополнен каталог хтпд таким же образом мы можем дополнительные каталоги нестандартные добавлять к другим демонам работа сили нюкса управляется для удобства определенными переключателями или булевыми выражениями мы можем посмотреть список этих выражений и get сибул минуса пол вот они off выключены он включены ну например давайте посмотрим что у нас для ftp есть ftp вот у нас ftp 1 right значит тут у нас просто перечисление полностью полностью список что у нас они дают у нас с помощью сэма греб ftp д она вот у нас выключена вот видите два выключенных это текущая в рабочем состоянии и постоянное перманентное выключение давайте у нас сеть сибул зададим этому переключателю значение он ftpd он или единичку можно поставить давайте посмотрим да вот он переключился в он а 7 иначе что нам говорит 7 иначе нам говорит что да вот он включен он это текущий а перманентный выключен давайте мы и перманентно его включим ну вот 1 можно поставить и переключатель минус p куда в начале в конце вы поставите неважно это он прописывает в базу чуть дольше естественно происходит вот оба включенных таким образом мы можем регулировать состояние переключателей эти переключатели для удобства то есть вместо того чтобы делать много политик под разные случаи мы в политиках предусматриваем переключатели ну вот например ftpd мы анонимную запись подключение баз данных использование для работы smb файловой системы nfs работа в пассивной моде и так далее то есть вместо того чтобы мы делали политику под каждый этот вариант или под комплекс этих вариантов вы представляете как много вариантов нужно сделать было бы мы там предусматриваем эти переключатели которые тюнингуют нашу политику более тонким образом не это не было бы Продолжение следует...